Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Убийство настоятеля армянской католической церкви, камышлый удар по армянской общине. Новая школа Талыша открыла свои двери. Перспективы молодежи Николы Пашинян выступят на генеральной конференции ЮНЕСКО. На кладбище армян и осирийцев в Мордине построили свадебный зал. Асад назвал необоснованными заявления о применении химоружия властями Сирии. Локальная группа Геккард в Германии исполнила произведения армянских композиторов. Арам Григориан стал самым молодым чемпионом мира в истории самбо. В Сирии террористы убили духовного пастыря армянской католической общины, камышлый, священника Усепа Петояна и его отца, священника Абрама Петояна. Они были убиты по дороге в Дер-Зор, куда направлялись на своих машинах. Они хотели выяснить состояние католической церкви и встретиться с армянами этого района. Таким образом, террористы наносят удар по символу армянского населения и региона. Аналогичные преступления против армянской церкви были совершены и в других районах Сирии, в частности в армянном населенном Кесабе, террористами которых покровительствовала Турция. Безразличие международного сообщества к таким печальным событиям порождает новые преступления. Из-за трагических событий апреля 2016 года жители Талыша были вынуждены покинуть свои дома со своими семьями и временно проживать в разных местах. Некоторые из них поселились в Олашане и, не теряя надежды, вернуться в свои родные дома с нетерпением ожидали хорошего дня. И, наконец, люди вернулись в Талыш, в их недавно отремонтированные некоторые недавно построенные комфортабельные дома. И недавно построенная школа открыла свои двери для учеников. Кроме школы открылся детский сад и зал для торжества. Село Талыш полностью отремонтировано, перестроено, имеет совершенно новый облик и с нетерпением ожидает возвращения своих жителей. Премьер-министр Армении Николай Пашинян выступит на 40-й сессии геноконференции в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Как передает Армен Пресс, премьер-министр с супругой Анной Акопян вылетел в Париж. Премьер-министр 12 ноября примет участие в 40-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО с участием высокопоставленных гостей. Он также выступит на обсуждении с участием глав государств и молодых лидеров перспективы молодежи в многосторонней политике. Пашинян также встретится с генеральным секретарем ЮНЕСКО Одри Азулей и даст интервью пресс-службе ЮНЕСКО. В рамках конференции в этом году более 100 министров высшего образования примут участие в генеральной конференции Совета министров инклюзивности и мобильности. В Париже состоится также и самое большое после 1998 года собрание министров культуры межправительственной конференции по культурной политике развития. На форуме министров культуры более 107 министров обсудят роль культуры в общественной политике и стабильном развитии. Турецкие власти строят парк и свадебный зал на сирийском и армянском кладбище в провинции Мардин. Таким образом, правящая партия справедливости и развития выполнила свое предвыборное обещание, данное местным жителям в марте этого года. Открытие парка и свадебного зала состоится в ближайшие дни. Однако некоторые местные жители выступили против этого проекта, отметив, что в этом районе были обнаружены сирийские и армянские кладбища. Они заявили, что неоднократно обращались в соответствующие органы с просьбой остановить строительство парка и свадебного зала, но они игнорировали их заявление. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад назвал необоснованными обвинениями в отношении правительства Сирии в применении химического оружия. Все эти истории не более чем необоснованные обвинения. Кто заявил о применении химоружия, тот и должен обосновать свою версию, представив соответствующие доказательства, подчеркнула Асад. Отвечая на вопрос об использовании химоружия в Хан-Шейхоне 4 апреля 2017 года, а также в других сирийских городах. Кроме того, сирийский лидер прокомментировал сообщение о том, что правительство Сирийской Арабской Республики якобы причастно к химическим атакам в пригороде Дамаска в Восточной Гуте, произошедшем 21 августа 2013 года. Если говорить об этой дате, то здесь вот что интересно. Она также является датой прибытия в Дамаск. Это всего в нескольких километрах оттуда первая международная делегация, которая приехала в Сирию для проведения расследования. Так что, рассуждая логически, даже если бы сирийская армия, предположим, имела в своем распоряжении химическое оружие и хотела бы его использовать, в тот день она на такое не пошла бы, отметил Асад в интервью Russia Today. Кроме того, президент Сирийской Арабской Республики подчеркнул, что данный инцидент стал предлогом для нападения на Сирию. Сирийская армия никогда не использовала химическое оружие до того, как мы передали весь свой арсенал Международной комиссии, подытожив Асад. В связи со 150-летием комитаса вокальная группа Гегард выступила с гастролями в Германии, исполнив произведения комитаса армянских классических и современных композиторов. Концерты под названием «Комитаса и армянские композиторы» состоялись в Штутгарте, Хокенхайме, Шпайре. Армянская музыка за рубежом очень хорошо воспринимается. Увы, на каждом концерте присутствовали два или три армянских слушателя. В залах преимущественно были иностранцы, подчеркнул Магир Навоян. По словам Навояна, кроме духовных и светских произведений комитаса исполнялись также и произведения армянских классических и современных композиторов, хоровые обработки. Музыковед выразил удовлетворение тем, что 150-летие комитаса усилиями армянских концертных коллективов отмечается на должном уровне. Российский самбист армянского происхождения Арам Григориан выиграл золото чемпионата мира по самбо в Южной Корее. По сообщению пресс-службы администрации Краснодарского края, Арам Григориан в главной схватке чемпионата одолел спортсмена из Узбекистана. Отмечается также, что Арам Григориан в весовой категории до 82 кг стал самым молодым чемпионом мира в истории спортивного самбо. Западная Армения поздравляет молодого спортсмена и желает ему новых побед. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Гегард и Эркетик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok